Астана один из самых спортивных городов страны. В скором времени здесь появится еще один уникальный комплекс. Легкоатлетический манеж с трибунами на 7 тысяч зрителей и соответствующей инфраструктурой построят в сегменте главных спорткомплексов Левобережья столицы. В нем можно будет проводить соревнования мирового уровня по легкой атлетике в крытых помещениях. Лариса Гречихина продолжит. Пока единственный в стране легкоатлетический манеж, соответствующий всем стандартам, работает в Усть-Каменогорске. Распахнул свои двери он после триумфа Ольги Рыбаковой на Олимпиаде в Лондоне. Именно на востоке страны сейчас проходят различные республиканские старты. Совсем скоро подобный комплекс появится и в столице. Самая титулованная легкоатлетка страны Ольга Рыбакова отметила, что такой факт не может не радовать. Это замечательно для нас спортсменов и также для всех любителей спорта. Потому что на примере нашего центра легкоатлетического здесь занимаются не только спортсмены, которые занимаются легкой атлетикой. Здесь занимаются и волейболисты, и футболисты, и хоккеисты были в межсезонье. То есть спортсмены здесь занимаются общей физической подготовкой, которая дает им еще больше возможностей, силы выступать в своих видах более успешно. Столичный легкоатлетический манеж будет расположен на территории в 10 гектаров со всей сопутствующей инфраструктурой, в том числе и гостиничным комплексом. В Республиканской Федерации отметили, что уже выделены средства и начато строительство. Это будет уникальный спортивный манеж, где все специалисты согласованы с международными федерациями. Строительство начатое, по крайней мере, не позже 2019 года, он точно войдет в строй. Несомненно, возведение нового объекта привлечет еще больше желающих профессионально заниматься спортом и достигать новых вершин. Ни для кого не секрет, что легкая атлетика включает в себя большое количество видов и дисциплин. А это значит, что флаг Казахстана будет чаще подниматься ввысь на международных стартах. Лариса Гречихина, Жандос Бетобаров, Дмитрий Пыхтин, Хабар-24. Субтитры создавал DimaTorzok